Здравствуйте! Время новостей на телеканале Саратов 24. Меня зовут Полина Попенец. Я и мои коллеги готовы рассказать вам о главных событиях к этому часу. От технопарка до ветропарков. В пресс-центре правительства подвели итоги участия Саратовской области в Международном экономическом форуме. Он в первых числах июня прошел в Санкт-Петербурге. Наша региональная делегация провела там ряд деловых встреч. Какую пользу они принесут в плане экономического развития Саратовской области, узнала Надежда Новикова. В Саратовскую область ждут масштабные стройки и 50 миллиардов инвестиций. На брифинге в пресс-центре правительства области подвели итоги участия Саратовской делегации в 24-м Петербургском международном экономическом форуме. На нем представители нашего региона заключили 8 соглашений. Одно из следующих немаловажных соглашений, которое было формализовано в рамках экономического форума, это трехстороннее соглашение с Ростехом, Эртелеком Холдинг и правительством Саратовской области. Это в рамках проекта, который инициировал Вячеслав Володин, это по строительству технопарка на пересечении улиц Радищева и Кутикова. Работы идут. Это мы рассчитываем будет точкой для инноваций и дополнительный импульс в развитии цифровизации нашего региона. На территорию Саратова будут привлечены крупные компании, в том числе те, которые связаны с альтернативной энергетикой. В ближайшее время в регионе планируется построить ветропарки и еще солнечные электростанции. По прогнозам экспертов, через пять лет Саратов при Волжье станет центром альтернативной энергетики. Так как я представляю и центр «Мой бизнес», отдельно мы взаимодействовали, работали по малому и среднему предпринимательству, в том числе в рамках работы ассоциации. У нас были отдельные сессии по движению вперед, по работе центров «Мой бизнес». У нас ассоциация создалась в конце прошлого года, мы ее активные достаточно члены. Кстати, на самом форуме саратовская делегация не выставила свой стенд из-за финансовой составляющей. Минимальная стоимость площадки – 16 миллионов рублей. Так что наша делегация ограничилась там проведением деловых встреч. Надежда Новикова, Роман Шельдяев, Саратов, 24. По ровным тротуарам в Ершове готовятся к масштабному ремонту. Приводить в порядок будут пешеходные дорожки. Местные жители обратились за помощью к депутату Госдумы. Николай Панков побывал в районе и пообщался с людьми. Отремонтировать планируют тротуары на пяти улицах. Кроме того, возьмутся и за проезжую часть. Павел Фитилев расскажет подробности. А жители вот аж оттуда, где мы вышли, ходят сюда. Вот она, школа здесь, да, и зимой, и осенью. Идти местным жителям приходится по проезжей части. Тротуара, который бы вел к школе и детскому саду, здесь нет. В этом убедился и депутат Госдумы Николай Панков. Политик пообещал помочь в решении проблемы. И мы с вами в этом году в Ершове всю центральную часть и все подходы, не только центральную часть, а так скажем, подходы к школам, к больницам, к детским садикам будем делать и сделаем. И плюс еще, это нам позволит соединять отдельные микрорайоны к городской части и городской среде, потому что они сегодня оторваны, да, то есть нет тротуаров, дороги разбиты. В этом году планируют отремонтировать тротуары на пяти улицах в Ершове. По словам Николая Панкова, работы должны проводиться комплексно. Ремонтировать нужно не только пешеходные зоны, но и проезжую часть, подчеркнул депутат. Поэтому в программу по ремонту также попадут улицы Московская, Ломоносова и путепровод через железную дорогу, который соединяет две части города. Которой никогда не хватает средств, внимания, потому что... То есть фактически соединяются здесь все части города. Да, это безопасность, потому что путепровод... И никак его не перейдешь, да, то есть по трассе нельзя. Движение большое, вот мы стоим, вы посмотрите, вот люди идут, транспорт движется. Если летом еще как-то тропинка, то зимой здесь невозможно ходить. То зимой же все заносится, и люди уже в темное время суток идут по проезжей части, а на проезжей части тоже гололед. При выборе адресов для ремонта решающую роль играет мнение людей. По словам Николая Панкова, созданы общественные советы, которые помогут контролировать качество выполняемых работ. Также еще одна задача, по мнению политика, обустроить все подходы к социально важным объектам. Павел Фитилев, Олег Буланов, Саратов, 24. В регионе готовятся к началу купального сезона. Ведется работа по приемке пляжей. Проверяется береговая линия, рельеф дна, наличие оборудованных мест детского отдыха, медицинских и спасательных постов. Все подробности узнаем в нашей еженедельной рубрике МЧС. Слово Натальи Куличенковой, начальнику пресс-службы ведомства. Спасибо, Полина. Обязательно поговорим о пляжах. А начнем с оперативной информации. Неделя была насыщенной. Сразу два происшествия, связанных с бытовым газом, произошло за неделю в регионе. В Энгельсе и Ртищеве. В обоих случаях многоквартирные жилые дома. В Энгельсе пожара не было. Пострадал мужчина. В Ртищеве в результате хлопка загорелась квартира. Также пострадал один мужчина. Все подробности случившегося выясняют следственные органы. Крупный пожар в заводском районе на Огородней. Частное предприятие по производству изделий из металлоконструкций. Проводились сварочные работы на фасаде здания. Загорелся утеплитель. Огонь ушел на кровлю цеха. Пожарно-спасательные подразделения реагировали по повышенному номеру вызова. Проводилась эвакуация персонала, а также воздушных баллонов, хранящихся на предприятии. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Жертв нет. Всего в области должны открыться 110 пляжей. В основном это пляжи турбас и бас отдыха. 17 объектов – это муниципальные пляжи. На этой неделе инспекторы ГИМС приняли городские пляжи в Хвалынске и Энгельсе. Жары еще нет, но Энгельский пляж уже готов к приему отдыхающих. Необходимые документы готовы. Дно обследовано водолазами. Температура воды, по словам директора пляжа, достигает 18 градусов. Это норма. Ждут вердикта от проверяющих органов. До сих пор идет очистка береговой полосы от камыша, потому что вода постепенно уходит. Подъем воды был очень высокий. Половина земельного участка была затоплена. Сейчас идет благоустройство. У нас пляж готов полностью к работе. Первым делом инспекторы ГИМС проверяют наличие детского лягушатника, а также спасательных средств и буйков. Заглянули в медпункт, пообщались с врачом, посмотрели наличие и сроков годности необходимых медикаментов. Спасателей на пляже по правилам должно быть не менее трех. Здесь же дежурят пять. На каждом из четырех участков пляжа также ведется патрулирование с воды. И спасатели, и грибки стоят, и места для переодевания, и лавочки для отдыха, для мытья ног места оборудованы. На Энгельском пляже был установлен желтый флаг. Это означает, что купаться можно и нужно. Пляж принят. На очереди у инспекторов Саратовский городской пляж. Представители уже подали заявку на проверку. Всего же на территории области 110 пляжей. Пока приняты только шесть. Пожары на дачах. Совершенно не кстати во время летнего отдыха. Однако случаются. С начала года более 50 случаев в регионе. Сотрудники МЧС выезжают в СНТ и инструктируют дачников. Это кадры с последнего рейда в заводском районе СНТ «Вишенка». Инспекторы рассказывают дачникам о мерах пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Как действовать в случае пожара? Как и где лучше установить мангал? В такие рейды инспекторы привлекают пожарные машины. Смотрят, проедет ли тяжелая техника по узким дачным улицам. Не мешает ли установленный забор или шлагбаум припаркованные вдоль дорог машины. Новая информация уже через неделю. Спасибо. Руководитель пресс-службы МЧС области Наталья Куличенкова рассказала о чрезвычайных событиях за неделю. Жаловаться можно. Продолжает работать Народная приемная «Саратов-24». О самых вопиющих проблемах мы рассказываем в эфире. А полный перечень обращений будет опубликован в ближайшем выпуске газеты «Провинциальный телеграф». Кстати, теперь эту рубрику мы делаем совместно со специалистами Центра управления регионом. Слово его представителю Ксении Конновой. Она расскажет о главных проблемах жителей. Спасибо, Полина. На этой неделе через социальные сети и платформу обратной связи в ЦУР поступило более тысячи сообщений от жителей Саратовской области. Впервые за долгое время вопросы вакцинации от коронавируса переместились с первой позиции на вторую. Ну а главными темами стали ремонт тротуаров и ливневой канализации. Это вполне ожидаемо, учитывая сильный дождь, который прошел во вторник. Топ-3 на этой неделе замыкают вопросы благоустройства. Горожане хотели видеть улицы и парки чистыми и ухоженными. Что удалось сделать, сейчас расскажем. Несколько дней улица Тульская больше напоминала обмелевшую реку. Устранять порыв на водосетях коммунальщики не торопились. Об аварии местные жители написали в соцсети одноклассники. Специалисты ЦУР жалобу зафиксировали и направили в коммунальные службы. Уже на следующий день повреждения ликвидировали. Как выяснилось, причиной коммунального ЧП стал бордюр, который кто-то бросил в колодец. А вот в Балакове свою энергию горожане предпочли истратить в действительно важное дело. Местная жительница в соцсети ВКонтакте сообщила, что в детском парке в песочнице только глина и земля. ЦУР жалобу проработал и отправил в местную администрацию. Реакция была быстрой. На следующий день песок завезли. Полина, передаю слово вам. Спасибо, Ксения. А теперь о жалобах, которые поступали в редакцию информационного агентства «Саратов-24». О них нам расскажет Роман Базан. Ром, здравствуй. Расскажи, на что жаловали телезрители. Здравствуй, Полин. Анна Сидорова просит помочь женщине из Чемодорова 5. Та уже полмесяца сидит во дворе дома с баулами, а на чуть подъезде. Ее выселили из квартиры и теперь она обитает под лестницей. Куда обращаться Анна не знает. Многозетный отец Дмитрий из Ртищева рассказал, что по соседству с ним живет женщина, таскает мусор в квартиру и частенько проявляет агрессию при встрече. Коммунальщики с чиновниками молчат, уверяет Дмитрий. Какие еще обращения были? Надежда Юрьевна рассказала, что затапливает шелковично. Вода льется по проезжей части уже несколько дней и, судя по запаху, говорит женщина, канализацию прорвало. На остановке невозможно стоять. Брызги от машин и вонь. Еще одно видео прислали жители Заводского у 28-го дома, потому что на пятом Нагорном проезде собаки захватили двор. Очевидцы сообщили, что свора загрызла кошку. В Дорстрой обращались, но те молчат. Спасибо, Рома. Я напоминаю о жалобах телезрителей. Читайте в новом выпуске газеты «Провинциальный телеграф». Он появится в продаже в ближайший вторник. Мы ждем от вас новые обращения. Если есть возможность их проиллюстрировать, мы будем только рады. Далее прогноз погоды от Александра Новохадского. После мы вернемся в студию и продолжим знакомить вас с новостями. Сельское хозяйство не терпит простоев. Мы, агрария, работаем на обеспечении продовольственной безопасности страны. В том числе благодаря помощи кооператива «Гранд Кредит» мы ежегодно трудимся для вас, производя овощную продукцию. Сбережения, вложенные в сельское хозяйство, эффективно используются и могут приносить стабильные доходы. «Гранд Кредит». Телефоны в Саратове. 906-444. 708-444. Генеральный спонсор прогноза погоды – сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Гранд Кредит». Удобные и выгодные кооперативные программы по сбережениям. Здравствуйте. В субботу, 12 июня, в День России, в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе, Балакове переменная облачность. Местами возможен дождь, грозой, кое-где туман. Ветер южный, порывистый. Днем до плюс 27 градусов, а ночью до плюс 16. Партнер прогноза погоды – «Секонд-хенд Вова». Брендовая одежда по доступным ценам. «Секонд-хенд Вова». Внимание! Поступление новой летней коллекции и полное обновление товара каждую неделю. Проспект строителей 8А. В Саратове и Энгельсе также возможен дождь с грозой и порывистый ветер. Температура днем до 24, а ночью до 18 выше нуля. Атмосферное давление около 752 миллиметров в ртутную столбу. А вода в Волге – плюс 17, плюс 18 градусов. Наши предки заметили. Если пауки сильно работают, плетут паутину в этот день, значит погода изменится. А спонсор прогноза погоды – рекламное агентство «Наше время в наших делах». Двигатель вашего бизнеса. Всем добра, здоровья и терпения. До встречи. Рекламное агентство «Наше время в наших делах». Мы лидеры на рынке продвижения товаров и услуг в городе Балакова. К нам прислушиваются. Нас цитируют. Мы всегда на виду. А значит, о вас узнает весь регион. «Наше время в наших делах» – двигатель вашего бизнеса. Телефон 32-6197. Давняя добрая традиция авиаторов. Новый борт встречают водяной аркой. В аэропорту «Гагарин» этот «Боинг-737-800» раньше не приземлялся. Борт компании «Смарт-Авиа» доставил в Саратов первых пассажиров. Пока пассажиры покидают судно, наземные службы готовят его к очередному полету. На перроне «Гагарина» он проведет чуть больше получаса. Предстоит обратный рейс в столицу. С этого дня перелеты саратовцев рейсами «Смарт-Авиа» в аэропорт Домодедово станут ежедневными и комфортными, отметил шеф-пилот компании «Смарт-Авиа» Владимир Степанов. Наш флот составляет 15 воздушных судов, 12 «Боинг-737-800» и 3 «Аэрбаса-320 «Нео». Экономичные, комфортные. Я думаю, ваши пассажиры будут очень рады путешествовать на наших воздушных судах. Удобство и комфорт уже оценили более 1 миллиона пассажиров авиакомпании с начала этого года. «Смарт-Авиа» выполняет регулярные чартерные перевозки в 65 российских и зарубежных аэропортах. С сегодняшнего дня к ним добавился и Саратов. Вылет из аэропорта «Гагарин» будет осуществляться в 15 часов. А вернуться обратно из Москвы в Саратов можно будет в 11.50 по местному времени. «Смарт-Авиа» расширяет географию своих полетов. Сегодня мы осуществляем первый рейс из Саратова аэропорта «Гагарин» в Москву в аэропорт «Домодедово». Саратовцы теперь могут улететь в город Москва по очень выгодным и доступным ценам. Те путешественники, которые привыкли путешествовать лишь с ручной кладью, могут приобрести билеты от 2,5 тысяч до 4 тысяч. Все билеты нашей авиакомпании можно приобрести на нашем официальном сайте и в точках продаж нашего города. Но это не единственный бонус для пассажиров. По словам представителей компании, «Смарт-Авиа» постоянно развивает маршрутную сеть. При желании саратовцы могут воспользоваться короткой пересадкой в «Домодедово» и продолжить путешествие по России на других рейсах «Смарт-Авиа». Подвели итоги научных дискуссий. В Саратовской юридической академии завершился первый международный юридический форум. Он длился 5 дней. И в нем принимали участие специалисты из России и 16 зарубежных стран. Они делились опытом и предлагали свои решения. Нина Цапайкина побывала на форуме и расскажет подробности. Одной из заключительных площадок международного форума в Саратовской юридической академии говорят о защите прав и интересов несовершеннолетних. В этом вопросе, уверены эксперты, органам прокуратуры и Министерству просвещения нужно работать совместно. Сессия признана задать одну из эффективных форумов по проработке актуальных вопросов в сфере защиты права несовершеннолетних и профилактики правонарушения молодежных сведений. Много делается всей системы правоохранительных органов для пресечения преступлений, для обеспечения законных интересов всех несовершеннолетних. Мы совместно с коллегами из Академии развиваем методический центр поддержки комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав всех субъектов Российской Федерации. И юридический потенциал Академии, научный методический потенциал очень активно включен во все то, что происходит в каждом субъекте Российской Федерации. Именно на сайте Академии работает ресурс, который отвечает на вопросы наших коллег, работающих как в системе образования, так и в системе социальной защиты, в системе молодежной политики. Обсудили участники форума и новые федеральные государственные образовательные стандарты. Например, сейчас в юридических вузах доступно обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья. Развиваются цифровые умения и навыки, включены новые виды практик на базе юридических клиник. Измененный подход к написанию курсовых работ. Теперь в них значительно больше анализа и практической части. Форум – это очень хорошее начинание. Я думаю, что он должен быть системным, ежегодным. Ученые, практики, юристы обсуждали актуальные вопросы права и праворегулирования разных сфер общественной жизни. Но задача на совершенствование законодательства. Синякин Иван Николаевич, профессор кафедры теории государства и права. Многих преподавателей и сотрудников вуза за достижения в науке, образовании и других направлениях деятельности отметили государственными и ведомственными наградами. Напомню, первый Саратовский международный юридический форум проходил в рамках празднования 90-летия вуза. 15 отраслевых площадок собрали почти тысячу участников со всей России и 16 стран. Нина Цапайкина, Александр Кравченко, Саратов-24. Обсудили туристическое будущее региона. В Техническом университете студенты представили проекты на космическую тематику. Сделано это не случайно. Этот год юбилейный. Весь мир отмечает 60 лет первого полета в космос. Ради такой даты студенты даже сняли мультфильм. Валентина Мурзина знает подробности. Это, так скажем, музейный экспонат. Вы простите, что я вас так назвала, Владимир Иванович. Владимир Иванович тот самый человек, который осуществлял запуск 12 апреля 1961 года, когда Юрий Алексеевич отправился в космос. Вот в такой дружеской атмосфере за круглым столом ветераны и студенты. Говорят про первый полет человека в космос, преемственность поколений и Саратов как центр притяжения. Заведующая Народным музеем Юрия Гагарина Инна Буйкевич отмечает, место встречи выбрано не случайно. Туристы и жители города все больше интересуются космической тематикой. Само название этой площадки круглого стола «Саратов центр притяжения», ведь именно Саратов притянул космонавтов. Это и популяризация и города Саратова, и всех жителей, и тех людей, которые связаны с Саратом. А это же не только, как мы сейчас говорим о космонавтах, сколько художников, сколько писателей, сколько артистов у нас вышло из Саратова. На большом экране мультфильм о жизни Юрия Гагарина. Он полностью нарисован и озвучен учениками младших классов разных школ. Такие проекты не только увлекают, но и дают возможность получить знания в интересной форме. Этим летом творческая молодежь области сможет проявить себя и подать заявки на конкурс творческих работ, посвященных 60-летию полета человека в космос. Очень важно, что сегодня, в юбилейный год космонавтики, мы запускаем этот конкурс, чтобы каждый житель города Саратова сегодня, во-первых, знал о тех изменениях, которые произошли, второе, посетил парк покорителей космоса, третье, через свое сердце, еще раз пропустил эту важную историю, история покорения космоса. Она уникальная для нашего города, для нашей области, для нашей страны, для всего мира. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подать заявку на сайте живемвслух.рф до 15 сентября. Лучшие работы будут размещены на площадках города, на сайте и в социальных сетях проекта. А победители и участники посетят парк покорителей космоса и познакомятся с новой инфраструктурой на месте приземления Юрия Гагарина. Валентина Мурдина, Алексей Чудин, Саратов, 24. О главном к этому часу все. Ищите нас также в соцсетях. Мы есть и в Инстаграм. А впереди вас ждет встреча с главным редактором Ильей Леонтьевым в рубрике «Постскриптум». Здравствуйте. Российские полицейские неожиданно предложили упростить жизнь обычным водителям. МВД хочет освободить их от обязанности проходить технический осмотр личных легковых автомобилей. Сейчас это одна из самых коррумпированных процедур. Абсолютное большинство автовладельцев, чтобы получить диагностическую карту, платят взятку и на станции не ездят. Стоимость услуги около 1000 рублей. Как бы эту процедуру не усложняли, лазейки находятся всегда. Поэтому предложение автоинспекторов вполне логичное. Обязательный техосмотр останется только для транспорта, который перевозит пассажиров и грузовиков. Более того, для них условия станут более строгими. На процедуре будет присутствовать дорожный полицейский. Спасибо, что смотрите наши новости. Хороших вам выходных. Одежда ведущего предоставлена магазином «Чепель». Продолжение следует...